Всем добрый день! Сегодня с вами будем готовить борщ, но, наверное, так ни разу еще не готовить. Я вас научу готовить его по-новому с посуды Faberlic Home, с нашей новой посуды. У меня единственная посуда – это сотейник на 1,8 литров, сталь 18-10. Здесь капсулированное трехслойное дно, что позволяет сохранять дольше тепло и готовить с малым количеством масла и воды, либо вообще без него. И сегодня будет эксперимент. Ну, я-то готовлю уже давно, а для вас, для некоторых, будет эксперимент, как мы будем готовить. Итак, мы берем сотейник. Я его тщательно промыла, очень хорошо. И нарезала овощи. Итак, мы готовим борщ. Для многих это по-новому. Я так его назову борщ по-фаберликовски. Будем готовить в нашем сотейнике. Я бы называла его даже ковш. Для этого я нарезала, уже нашинковала капусту, картошку. Шинковала, резала на нашей разделочной доске. Она мне очень нравится. Я всем рекомендую, если кто еще не купил. Хорошо отмывается. Не выглядит вот такими... Такой грязной досточкой, да, которая порезана и остаются следы продуктов. Этого нет. Помидорки мелко нарезала. Если у вас не очень спелый помидор, то лучше кожуру очистить, да, ланшировать и очистить лук. И свеклу вот так вот все беру без воды. Без воды. Делаю ровненько. Чуть-чуть прижимаю. Может быть еще морковочку, но просто гури почему-то не оказалось в морковке. Представляете? Вот. Мы так вот немножко утрамбовываем. Так как у нас здесь трехслойное капсулированное дно, то можно овощи готовить без воды и без масла в собственном соку. Бульон я сварила отдельно. Итак, я все утрамбовала. Закрываю крышкой. Включаю плиту на мощность. Сейчас я, чтобы все это быстро согрелось, я включаю на 6. Как только я увижу, что крышка запотела, я оставлю томиться на 4. И всего нужно для приготовления овощей 15 минут. Через 15 минут мы с вами встретимся и я покажу, что стало с овощами. Вы видели, что это были абсолютно свежие овощи. Почему мне нравится готовить больше именно таким способом? Ну, мне кажется, что ценность овощей, так, она сохраняется лучше, чем она вываривается. И все витамины сразу... Ну, да, воду мы все равно будем потреблять. Но вот здесь овощи получаются совсем другого вкуса. Попробуйте, и вам обязательно понравится. И мне кажется, здесь все-таки будет полезнее. Итак, мы встречаемся с вами через 15 минут. Я вам покажу, что стало с овощами. Ну, что, 15 минут прошло. Видно на крышке крупные капельки. Ух ты, скатились. Мы сейчас открываем крышку. Но даже не крышка закрыта. У нас есть отверстие для лишнего пара. Запах уже борща. Свекла, капуста, все наши овощи. Ну, вот видно, да, что у нас все уже готово. Я добавляю по... Ну, у меня мало тут всего. И кастрюля маленькая добавляю. Ничего не пригорело. Видите, да, абсолютно. Добавила томатной пасты. Все овощи готовы. Даже свеклы можно было чуть побольше добавить. Я люблю, когда в борще много свеклы. Так, у нас тут паста... У меня была она замороженная. Я храню пасту в морозилку. Прямо маленькими этим фасой по пакетикам. И потом, когда мне нужны, беру и добавляю. Так. И я, как говорила, что я специально отварила бульончик. Вы можете использовать здесь говяжий бульон, куриный. Кто хочет совсем прям диетическое. Ну, у меня вот тут кусочки свинины. Свинины. Куриный, грудинка. Идеально подходят. Все. Так, у нас готово. Я добавляю еще... Ну, можно добавить какие-то специи, если вы хотите. Чеснок я добавляю в самом конце. И зелень, когда уже все приготовилось. Я еще добавляю лавровый лист. Видно, да, какой уже дворщец у нас получился. Натуральные окраски. Такие яркие, сочные. Сейчас все овощи... Осень, да, овощи. И осень летом, вторая половина. Овощи все свежие, поэтому имеют очень много собственного сока. Итак, закрываю крышку. У меня осталось четыре. Я теперь добавлю, чтобы как можно быстрее бульон закипел и не оставали наши овощи. На семь, как только бульон скипит, я выключу на четыре, чтобы у нас утомилось, прям как настоящий ранечный борщ. И буду еще варить в течение семидесяти минут. Вот. Соль я добавила в бульон. То есть овощи у меня готовились без соли, без специй, в собственном соку. Сейчас вода перемешается, впитает в себя собственный сок овощей. И мы сможем уже подавать его... Нет, да, я люблю, когда больше нужно стояться. После того, как закипит, поварится еще минуточка семь. Я выключаю, он часа два стоит, он еще будет теплиться. Потому что я говорила, что у нас толстое дно, да, капсулированное. И оно очень долго сохраняет тепло. Поэтому можно так долго не варить борщ, экономить электроэнергию. Ну и при этом продукты, которые приготовлены на слабом огне, они больше сохраняют свои вкусовые качества. Итак, мы пока выставляем... Ну, пока я тут говорила, наверное, уже достаточно 5 минут закипает. 5 минут поварится. 6 давайте поставим. И откроем через 6 минут крышечку. Ну что, прошло у нас 7 минут. Видно, что... Выключаем таймер. Видно, как кипит под крышкой. Мы выключаем. И еще минут 5, наверное, если мы крышку не откроем, будет у нас супчик кипеть и вариться. Ну, так как мы снимаем видео, то я сейчас открываю крышку. Ну, сразу посмотрите, какой запах. Вкусняшка, вкусняшка. И... Нарею в тарелочку борща свежеприготовленного со свежей капустой, свежей картошечкой. Приготовленного на нашем сотейнике. Добавлю мясо. Вообще, лучше бы, конечно, чтобы борщ постоял бы пару часиков. Тогда он будет такой настоявшийся, как раньше готовили. Ну, получается, немножко похоже на русскую печь. И сметана. Можно добавить чесночок на край сотейника. Либо кастрюльки. Либо можно прям, кому позволяет желудок, положить себе в тарелочку зелень. Так как мне этого ничего нельзя, то я буду кушать так. Вы тоже можете приготовить себе такой полезный борщ. Вам приятного аппетита. Не забудьте, что этот борщ можно приготовить только в посуде Фоберлик. Заказывайте, пока еще есть. Я думаю, что ее очень быстро разберут.